начать наверное нужно с того что само по себе определение белого движения оно сложилось не сразу и термином белые себя вот все бойцы офицеры солдаты чиновники представители там различных социальных групп сословий россии которые участвовали в движении против большевиков они себя белыми как правило во время гражданской войны не называли позже появился этот термин уже в миграции и совершенно понятно почему потому что здесь нужно было как бы обозначить себя обозначить свою позицию по отношению к тому что происходит в советской россии в красной россии и по отношению к тому что происходит вокруг них зарубежье ну а на период гражданской войны а это время у нас обозначается как правило с 1917 по 1922 годы преобладала наименование не белое движение а борьба с большевизмом и определяли себя противники советской власти противники большевизма определяли себя как носители российской государственной власти поэтому и термины здесь были либо всероссийские либо региональные ну вот например самый такой характерный показательный на мой взгляд пример это российское правительство адмирала колчака собственно вот поскольку колчак считался верховным правителем то естественно здесь статус российский был необходим был важен также региональный момент тоже присутствовал ну вот например правительство юга россии генерала врангеля в крыму в 1920 году здесь четко обозначена территория юг россии или временное приамурское правительство 1921 1922 годов тоже краевой статус казачьи правительства казачьи области естественно сохраняли своими наименования почему это важно иметь ввиду потому что белое движение позицировала себя как движение которое представляет правовую россию который представляет историческую россию который представляет ту россию которая единственно является законной и прямой преемницей прямой наследницей российской империи которая была существовала до февраля семнадцатого года конечно здесь не определялся термин именно политической принадлежности как то форма государственного устройства или форм управления и это тоже понятно почему потому что одним из важнейших пунктов программы белого движения было представление о созыве учредительного собрания или национального собрания и вот когда это национальное собрание соберется или там потом уже концу белого движения начали называть это собрание земским собором вот оно то и решит форм управления она и решит форму государственного устройства какое оно будет поэтому трудно было например определить вот ту территорию который контролировали армии колчака или армии деникина как какая-нибудь там южно-русская республика или наоборот южно-русская империя говорили российское государство российское государство опять же не подразумевая не определяя вот именно термин форма государственного устройства или форм управления вот такие принципиально важные моменты они правило уходит из внимания и не всегда даже в учебниках по истории в школьных учебниках можно найти вот это понятие это определение чаще употребляется словосочетание единая великая неделимая россия но это словосочетание она конечно присутствовала и очень часто фигурировал на плакатах белого движения но это определение прежде всего определение плакатная программная может быть такое яркое призывное но не правовое не юридическое юридическом отношении в правом отношении конечно нужно определять вот белое движение именно с этой точки зрения ну и опять же еще раз отмечу что речь у нас идет о белом движении в период гражданской войны правда было употреблялось слово белое словосочетание белая гвардия белая армия употреблялась в поэзии употреблялась публицистик употреблялась это часто в каких-то выступлениях лидеров но опять же формально существовало четкое совершенно определение четкое понятие российское государство российское правительство временное российское правительство или какой-то краевой региональный статус который тоже был здесь важен был здесь необходим а в то же время в советской россии вот это важно отметить как раз противников советской власти называли белыми и почему их так называли потому что считали что белые это те кто выступают как продолжатели идеи не больше не меньше французских рейлистов периода великой французской революции ну а те были белые те воевали под белыми знаменами лилии белые лилии как символа династии бурбонов и вроде бы вот теперь и в россии их такие идейные потомки тоже имеют полное право называться белыми но я еще раз отмечу что скорее всего это термин который в советской прессе имел такое уничижительное значение потому что естественно монархии о возрождении самодержавия возрождение царской власти в советской прессе в красных газетах не писали ни в коем случае вот и нужно было подчеркнуть именно вот эту вот ущербность эту реакционность эту устремленность в прошлое во вчерашний день тех кто вот так сражается советской властью довольно интересное определение белого движения как движение которое состояло исключительно из людей прошлого то есть это было дворянство это были помещики это были буржуи буржуазия кулачье там недобитое ну может быть еще обманутые как иногда в советское время говорили рабочие крестьяне и казаки которые вот оказались там не потому что они таком верили в белое дело а потому что они вот обманулись своих надеждах своих ожиданиях на самом деле история как раз свидетельствует о том что социальный состав анти большевистских белых сил включал в себя представителей всех сословий российской империи и если просто исходить из численности дворянского сословия из того процентного отношения которое она имела ко всему населению российской империи то такой действительно мощный такой масштабной гражданской войны просто не получилось бы поскольку 3 процента населения там ну максимум может быть 10-15 процентов вместе с буржуями с капиталистами не в состоянии противостоять не в состоянии вести какую бы то ни было борьбу советской властью на протяжении почти пяти лет и конечно мы наверное должны тоже определить основные характерные признаки белого движения можно их определить следующим образом первое это общий российский характер второе это приоритет все-таки военной власти над гражданской третье это общность политических программ политических установок основных по вопросам аграрным по вопросам национальным по вопросам внутри внешнеполитическим четвертое это признание всероссийского центра всероссийской власти в лице адмирала колчака или его преемников и затем уже региональных лидеров на последнем этапе белого движения и тоже очень характерный пятый признак который отличает практически все без исключения белое правительство это символика символика атрибутика государственная которая признавалась белыми как триколор национальный флаг трехцветный белый синий красный это двуглавый орел правда без еще монархических или каких бы то ни было иных символов государственной власти скорее это двуглавый орел именно как символ россии как символ российского государства вот и гимны либо боже царя храни но это был так неформальный такой гимн а формальным гимном был коль славен наш господь в сионе утвержденный постановлением специальным постановлением российского правительства адмирала колчака 18 году вот такие интересные наверное черты признаки которые нужно учитывать когда мы говорим об определении понятия белое дело белое движение именно еще раз это подчеркну в период гражданской войны в россии в русском зарубежье естественно белое движение было уже иным